Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Любишь украшать стикерами свои блокнотики, термосы или же велосипеды, то у меня для тебя хорошая новость. Я открыла свой маленький магазинчик стикеров и в будущее закладочек, значочков, но пока что начинаем со стикеров. Если ты любишь старстебл онлайн, лошадок или прочую, связанную с конями, мистику, то советую тебе перейти по ссылке в описании. Там ты сможешь заказать любой понравившийся пак или же стикер. Также там есть теперь легенда ССО Крабик, который сломал игру. Так что, если интересно, ссылочка в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналя. И сегодня у нас очередное видео по обновлению в Старстебл Онлайн. Поговорим о том, какие обновления у нас были на прошлой неделе, что приехало в эту среду. Ну а также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! На прошлой неделе на ранчо Старчайна было добавлено несколько гонок с интересным персонажем Колтоном Вестом и его питомцем Курочкой в ковбойской шляпе. Была добавлена гонка Родео, за которую вы получаете 50 шиллингов и 125 опыта для вашей лошади. И танцующая гоночка с курами, за которую вы получаете 75 шиллингов и 200 опыта для вашей лошади. Эти гонки здесь постоянны, так что всегда помогут вам в прокачке ваших лошадей. В бонусной лавке Морленда был добавлен новый предмет из текущего комплекта. Это такие белые перчаточки из комплекта Royal Escort для выездки. Имеют максимальные характеристики, так что если вы собираете данный комплект и он вам интересен, не забудьте забрать перчаточки. На этом закончились все новости по обновлению прошлой недели и пора рассказать о тех изменениях, которые были добавлены в Морленд. Что же изменилось? Одно из самых первых заданий, в котором Тан просит игроков поискать Лорету. Еще одно задание, в котором мы только знакомимся с Юрвиком, а именно с Томасом, Миссис Холдсворт и Джаспером. Синдра теперь ближе к конюшне Морленда, чтобы новичкам было проще найти. Гонки клуба Бобкот получили новое тематическое оформление, и теперь в них еще больше хочется проявить себя. К сожалению, новые версии заданий увидят только начинающие игроки, а вот гонки изменятся для всех. Ну а теперь немножечко о том, чего мы могли не заметить сразу, это изменение лошади Лореты. Изначально эта лошадка была, по-моему, старенькой, светло-серой масти. Позже ее переделали на что-то непонятное и смешанное между Чистокровной Юрвикской и Тракениным. Но в итоге, да, все возмущались, что он больше похож на Тракена, и почему нет у нас такого светло-серого коня в продаже. Он многим тогда понравился, но все равно, его так и не добавили, он был только у Лореты. А сегодня коня переделали, и теперь это стопроцентный светло-серый голландец. Очень симпатичный, ему немножечко переделали отметины, но я думаю, они специально так отличаются от более старой модельки. У него выразительный взгляд, как и, собственно, у старой версии, точнее, предыдущей версии. Очень классный конь, и я очень сильно хочу его, опять же. Надеюсь, разработчики добавят нам такую масть в игру для покупки, потому что ситуация аналогичная, как с предыдущим конем. Я очень его хочу, и думаю, не я одна, особенно после того, как вы заметите это изменение. Очень красивый, он не в гречечку, но может быть чуть-чуть. Но, кстати, у него... Что? Что? У него есть узор? Я только сейчас обратила внимание, это не похоже на глюк или бак. Ребята, у него бритый узор шахматный на крупе с двух сторон. Это прям выглядит вот как будто бы действительно специально постриженный выбритый узор. Неужели нам когда-нибудь это сделают доступным для наших лошадок? Знаете, я никогда об этом не задумывалась и не верила в это, но сейчас мы прям видим этот узор. И он очень хорошо проработанный. Вот это да. То есть мало того, что новая лошадка, так еще и новая особенность, которую, возможно, смогут когда-нибудь попробовать все игроки. Вот это вау-эффект. Вот это неожиданная новость даже для меня. Но на этом мы не заканчиваем и переходим к следующему неожиданному для нас открытию. Как вы помните, после обновления каждого чемпионата нам добавляли специальный магазинчик и шкаф. Ну а после сегодняшнего обновления разработчики, молча, не сообщая нам на сайте, а только в запрещенных социальных сетях с фоточками и не только, было сообщение о том, что теперь на каждом чемпионате, даже не обновленном, имеется шкаф или же кладовка. Не надо скакать на конюшню или еще куда-то. Не нужно ждать обновления каждого из этих чемпионатов. Как доказательство, я специально приехала на чемпионат, который считаю одним из самых малопосещаемых по сравнению с остальными. И здесь тоже есть шкафчик абсолютно везде, не только на наук, но и в Нью-Хилкерси и в Фергров везде теперь есть кладовки для того, чтобы можно было быстренько приехать, переодеться, найти потерявшиеся подковы и быть готовым для участия в этих чемпионатах. Случилось чудо. В кои-таки веки вместо того, чтобы убирать и чинить очень полезный баг, который пришелся по нраву игрокам, разработчики официально сделали его рабочим и внедрили в настройки игры. Так что теперь, если вы катаетесь на лошадке, на рыси и захотели переключиться на, скажем так, учебную рысь, то бишь не прыгающую, то для этого вам не нужно брать лошадь, у которой нет специального аллюра на шихте. И не нужно зажимать его на лошади, которая опять же не обладает таким аллюром. Теперь на абсолютно любой лошади, на рыси, вы нажимаете Ctrl и ваш персонаж перестает прыгать. Спасибо большое, что вы решили внедрить это в игру и добавить вновь хотя бы какую-то капельку очень интересного реализма. Это на самом деле очень интересно и очень реалистично. Вот бы они бы еще и Шенкель вернули в игру, по которому я лично скучаю до сих пор, хотя прошло несколько лет после его удаления. Еще одна дополнительная новость, наконец-то перевели на русский язык страницу с породами лошадей на официальном сайте Star Stable Online. Не знаю полезно ли это, я там никогда не засиживалась, там можно посмотреть масти, почитать описание, но мне кажется это намного интереснее делать непосредственно в игре. Ну а теперь поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе, летний лагерь вестерн вновь возвращается к нам вместе со своими волками, золотыми жилами и всем прочим. Ну и в том числе новыми масками, питомцами и новыми комплектами одежды и амуниции. Рада ли я? Не знаю. С одной стороны, очень хочется посмотреть все новое, помогать людям с прохождением. Надеюсь я продолжу это дело, как в прошлом году. Ну а с другой стороны, опять эти волки. Надеюсь в этом году они не будут такими свирепыми, как в прошлом. Ну а также дополнительная новость, которая шокирует многих, особенно тех, кто не читает новости в других социальных сетях. На следующей неделе вместе с летним лагерем к нам наконец-то приедет американская верховая лошадь, которую мы ждали очень давно, о которой мы знали также очень-очень давно о ее выходе. Цена на нее будет 900 старткоинсов. Чуть позже мы посмотрим на нее спойлер в отдельном видео. Ну и также просто уже в скором времени сможем ее купить себе в конюшню. Так что на этом все, я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео. Пора доставать отпугивающие пшикалки.